Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На мужском голосовании проект покинул Альфред Джавадов, который приходил к Саше Харитоновой. Андрей Черкасов и Венцеслав Вингржановский проводят мероприятия в Махачкале, поэтому они не попали под мужское голосование. Состоялись съемки полуфинала конкурса Человек-года. Полуфиналистов ожидало сложное испытание, ребятам нужно было сочинить рэп на определенные темы. Затем, читая рэп, им нужно было искупаться в трех чинах. Первый чан был наполнен очень холодной водой, во втором был конский навоз, а в третьем масло. Кристина Лисковец сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе Человек-года. Этим она открыла дорогу в полуфинал для Насти Волынец. И шестерка лидеров, которые участвуют в полуфинале, теперь выглядит так. Стрелков, Черкасов, Жемчугова, Африкантова, Барсиков и Волынец. Ольга Жемчугова не смогла хорошо выступить на съемках полуфинала. После того, как она узнала результаты голосования в четвертом этапе, она сильно расстроилась, потому что оказалась на третьем месте. Оля пишет, «Я облажалась, выступила плохо, полный провал. А вам, мои хорошие, спасибо за вашу поддержку в любом случае». Проектный суд над Мариной Африкантовой и Андреем Чуевым продолжается уже несколько дней. Ольга Бузова никак не может вынести вердикт. На втором дне заседания Чуев постоянно орал, он не давал никому слова. Участники даже покинули заседание в знак протеста. К Ольге Рапунцель приехала Татьяна Владимировна, ее мама. Она против свадьбы дочери с Димой Дмитренко и не видит у ребят будущего. Она хочет, чтобы дочь уважала своего мужчину. Оля прислушалась к маме и отказалась от подарков бывшего, в частности от дорогих очков за 60 тысяч рублей. Ольга Бузова рассказала про свою учебу. Сейчас она получает второе высшее образование по специальности психолог, чтобы лучше понимать людей и иметь возможность им помочь. Учится Ольга в перерыве между съемками. Фурбан Амаров, муж Ксении Бородиной, рассказал в интервью о своем новом проекте «Звездограмм», в котором будет сниматься и Настасья Самбурская. Участниками проекта станут только звезды. От них требуется жить под камерами 24 часа в сутки. Многие знаменитые люди сначала отказались от участия в «Звездограмме», но сейчас начали писать запросы о сотрудничестве. Амаров пресек сплетни о его романе с Самбурской. В Испании собралась большая команда. Мы обсуждали там проект, подписывали договор. Так получилось, что Настасья там отдыхала, а мы специально полетели к ней в Испанию, чтобы не терять времени. Первые съемки провели там же. Бывший участник проекта Николай Барановский решил вспомнить о своей профессии. Он открывает хореографическую студию. Мой балетный зал почти готов, пишет Николай. Осталось станки закрепить. И в Москве откроется элитная хореографическая студия «Без границ», ведущего хореографа всех галактик Барановского Николая Степановича. Научим вас и ваших детей безупречно управлять телом. Разучим любые виды танца, поставим свадебные и выпускные вальсы. Мария Адоевцева недавно рассказывала, что бывший муж тайком забрал у нее телефоны, деньги и любимую собачку дочери. Малышка соскучилась по своему песику, пишет Маша. Всех собачек норовит увлечь с собой. Похититель собак, верни ребенку радость. Фанаты Ольги Бузовой в шоке от стоимости ее новой книги. Но стоит заметить, что книга уникальная. Это будет первое в России ароматизированное издание. Стоимость книги зависит от комплектации. И по информации с персонального сайта автора, стоимость книги будет только расти. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.